стрим пошел конечно часовая задержка из-за технических трудностей в предыдущем матче нехорошо но наконец-то мы дождались и своего матча и и и и и и и и Так, я надеюсь, Twitch тормозить не будет, интернет пропадать не будет, а то это может войти в привычку сегодняшнего дня. На самом деле очень непривычно вести стрим гордым одиночеством, потому что обычно всегда есть много людей, которые хотят пообщаться, сказать свое мнение, свое видение ситуации. Это здорово, сейчас почему-то никого нет. Сейчас мы должны сказать название комнаты и пароль. Так, волнующий момент, потому что бой, которым предстоит раф, будет достаточно сложный, с очень опытным, сильным и опасным противником, оппонентом противника, мне не нравится слово, командой МНС, тоже Россия. Стоит напомнить, что в своем прошлом бою команда Раф в ожесточенном сражении, изнуряющем, очень цепком, удалось победить команду ВВ, Вольные Верпилы, которых заочно считали фаворитами турнира и одним из главных претендентов на первое место. Победа Раф была бы, но если бы был тотализатор, можно было бы очень неплохо разбогатеть на этом, на самом деле. Это был матч, судьба которого решилась в дополнительном бою 2 на 2, в котором пилоты Раф собрали всю силу и волю в кулак и достигли цели. Это были очень волнительные моменты для всех, кто наблюдал за этим. Сколько было выпито валерьянки и прочих расслабляющих напитков, история, к сожалению, умалчивая. И сейчас, я думаю, будет не менее интересный, не менее увлекательный и не менее ожесточенный поединок. А комнаты и паролей все еще нет. Ну, ничего. Можем пока Посмотреть на Зару. Прекрасный самолет. Так, сейчас немножко изменим TeamSpeak, чтобы все-таки не устраивать театр одного актера. Всем привет. Мы в эфире, если что. Привет, понял. Привет, слышим, видим. Я подумал, что я очень нелепо выгляжу. Привет. Как человек, который... Да, я спрашивал. Почему ты там один и в гордом одиночестве? Ну, я думал, что все придут в официальный TeamSpeak чемпионат. Нам сказали нельзя. Нам сказали нельзя, да. Ну, не знаю, меня перенесли в отдельную комнатку, заботливо подняли с одного места и любящими руками перенесли в другое. Блин, мне же нужно... Так, я в новой вкладке подключился, мне же нужно будет все-таки узнать. По курсу не вижу контактов на нашей высоте. Может, они выше облаков? Не видишь? Пока нет. Может, залезем наверх? Давай. Давай, перейдем, пока в другую комнату. Давай. Ну, опять все разбегаются. Как они... Зачем они вообще летают? Тут надо смотреть, переживать, болеть, жрать валерьянку. Они летают все спокойно. Ничего-ничего, сейчас они долетают и подойдут. Может, они уже болезьянки съели уже много-много, поэтому так и спокойно. Ну, как теория, вполне нет права на жизнь. В этот раз ожидание прям... Да, прям... Тянулось. Самое тяжелое, это всегда ожидание. Как-то не очень... Привычно сначала говорить, и потом через полминуты слушать, что сказали. Так отключи звук на стриме, что-то. Да-да-да, я уже это сделал. Ну, ничего личного-то там не услышно, кроме музыки появилось. Проблема только будет в другом, Хантер. Ты будешь видео видеть в текущем формате, мы будем с задержкой. Ха-ха-ха-ха, кстати, да. Поэтому у нас все равно коллапс. Видео и аудио будет происходить. А вам что-то же запретили заходить в комнату, как зрители? Как раз как зрителям туда, по-моему, никого не путкаю. Если... Парни, привет. 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 Прямую эфиру, вырукажи, привет. Так вот, в качестве зрителей, в качестве стриммеров еще можно просочиться, наверное. А вот в качестве зрителей уже говорят. Ну, а я так еще не узнал, куда заходить, еще ничего не дать. Что-то как-то сегодня... Всех зрителей собирают на видеоканалах. Да, в прошлом бою БМПЕ против 313 взяли и не приняли мою кричало ЧП. Я так надеялся выиграть 500 арбитов. Там до сих пор господин Кризис 121 не унимается, до сих пор кидают. Он решил из муров взять. Так, мне кажется, мне дали комнату, полигон, черт. Ну, черта не ясно. Смотрите-ка, стрим. Как можно не шифровать пароль? Ладно, я пока сделаю вот так, мало ли, кто-нибудь зайдет и сорвет мать. Официальный стрим начал грузиться, кажется. Так, а теперь... Включаем опять. Курт просит без прессы. Ну, конечно. Прессу не остановить. Судя по количеству флажков, и мне по ихнему наименованию летать будут на кишках. Ой, что в твиче написать в чате, надо зарегаться, да? Ну да, это же твич. Где почти надо регистрироваться. Не вернулся. Не вернулся. Отлично, основные болельщики подтягиваются. А с вортом отдуваются, что ли? Да. Я вернулся в ангар и к вам сразу, да? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А я скажу, где он летит. Ха-ха-ха. Да вот эти конь-конь-конь durasкие последние томительные секунды уже, можно сказать, ожидания на голой пупалке. Все готовы. Все зеленые. Ну, а всего лишь 74 минуты ожидания. Что такое 74 минуты в масштабах вселенной? Случай пустяки. А пока у всех есть возможность передать привет. Нифига себе чё. В чате Кримсона БТМ Мекс написал оригинально Куртова Хафидук в МНС. Народ уже понимает, что на последний матч и пошел перепил вообще всей тундры. Уже в командах. Пошли, ты мой друг, летай со мной. Я не удивлюсь, что последний матч и финальный матч и вы в полной... МНС и против МНСа. Ну, как-то это не патриотично. Начали. Так, главное сейчас не нажать в бой. Как там у нас? God Save the Queen? Да... Так... Кримсона быстрее. У меня, наверное, просто стоит задержка в несколько секунд 30, потому что когда я стримил Арму, это было достаточно критично. Может даже до минуты доходит, чтобы по стриму никто никого не смотрел. Так, ну я... Кристили пальцы. Маккофи сильно уходит вниз, стремясь набрать максимальную скорость, его оппонент не столь стремительно пикирует. Схождение. Боевой разворот. Противник выходит на вертикаль. И подвешивается. Пытается добрать... Горит. Маккофи своего оппонента, который пытался его перетащить на вертикали, оставив без энергии, сбивает. Смотрим дальше. Курт находится под атакой, его пробивают, штопор... Выходит. Тем временем Маккоура подбивает Астерик сам. Курт горит. Остается бог виража Джимми. Но у него тоже дела идут не совсем хорошо. Пытался пропустить, но противник ушел на вертикаль. Все грамотно сделал. Плотно сидит. Ах, и Джимми подбивают. Тем временем добили Маккоура и снова подожгли Джимми. В итоге первый раунд за МНСами со счетом 3-1. Одно очко в общую копилку МНС. Ну, дуэли. Если вспомнить прошлый матч с командой Верпилов Вольных, то дуэли тоже были проиграны. Думаю, все помнят этот затяжной, устоявшийся вираж в исполнении Джимми и Густанга. Главное сейчас, ребята, не расстраиваться, не терять мораль. Помнить про Раф Стайл. И о том, что все только начинается. Да, стримить с нашей ТС-ки это жесть. К тому моменту, когда с нашей командой уже наполовину разобрались, у меня только самолеты запустились. Смотря видео и слушая у нас в ТС-ке Диму, мне кажется, что Дима просто Ванга. На данный момент. Так, ну и сейчас нас ожидают парные дуэльные бои 2 на 2. Это будут со стороны Раф пары Кримсон и Курт. И соответственно Кур и Джимми. Ждем, ждем начала раунда. Так, начинается следующий бой. Ну, как мне казалось, была информация о том, что МНС за все игры Гладиатора, за все бои Гладиатора 2014 не потеряли ни одного самолета. Если это так, то как минимум сегодня эта традиция прервалась. Один из них оказался на земле. Меньше, чем хотелось бы, но... Вполне может быть неплохим знаком для дальнейших раундов, в которых, как показала практика Раф, гораздо сильнее дуэльных. Посмотрим за парой. Джинни, Маклур. Бой. Гневой. Так, немного расходятся с Джимми, с Маклуром. Возможно, будут... Как и пара противников, возможно, будут скрещиваться после первого схождения. Джимми пытается атаковать на первом схождении. Неудачно. Трассы прошли достаточно далеко. Боевой разворот. Противник опять тянет на вертикаль. Пытается оставить Джимми без энергии. И... Тоже перевисит. Нет, Джимми свалился без энергии. Противник хаммерхедом практически выходит на 6, атакует безуспешно. Сейчас были попадания Джимми в штопоре. Федук, тем временем, сбивает Маккоффин. Не бросают, не бросают Джимми. Пытаются добить. Штопор, из которого, возможно, он уже не выйдет. Слишком... Там уже подбит. Слишком малая высота. Но... Джимми прилагает максимум усилий. Волевым решением он... Продолжает монет. Тем временем, Маклур... Падает. В итоге, Джимми пробитый остается против двух противников. Оппонент Джимми выпускает дым, привлекая внимание своего напарника. Еще несколько очередей у самолета закончится боезапас. Потому что Ки-43 обладает достаточно маленькой емкостью БК. Но, видно, уже это не потребуется. Все пилоты РАФ, к сожалению, на земле. Второй раунд также выигрывает МНС. Да, да. Практически не встретив сопротивления в этом этапе. Но, скрестим пальцы, чтобы РАФ стайл, суперсила проявился и в этот раз на третьем раунде. Продолжение следует... Ждем начало следующего. Завершающего. Возможно. А на самом деле, мы будем надеяться, что не завершающего раунда данного поединка. Команды практически готовы. Если проводить параллели с боем с ВВ-шниками, то дуэльный раунд 1 на 1 закончится с таким же результатом. 1-3 в пользу ВВ-шников. Но в дуэльном самолеты ВВ-шников падали на землю. Если не изменяет память. Начинается третий этап этого боя. Ребятам сейчас надо вспомнить все, за что они дерутся в этом небе. За чай, королеву, виски и... не знаю. И за Бельхевенстаут. Великолепный сорт пива английского. И за 56 эскадрилью. Ну это само собой, они должны просыпаться и засыпать с 56 эскадрильей. У меня же аж рука. Дрожит. Старт. Самолеты на секунду зависают в воздухе и срываются со своих мест. Для тех, кто смотрит первый раз, можно напомнить, что в завершающем этапе команда стартует не на параллельных точках, а на соседних. И для того, чтобы встретиться им надо изменить курс на 90 градусов. И тогда они уже летят навстречу друг другу. Я так понимаю, это сделано, потому что бой 4 на 4 более масштабный. И при бою на параллельных точках просто не хватит дистанции, времени для маневра, для каких-то тактических подготовок. Очень большая надежда на первое схождение. Как показал предыдущий бой, атаковать в лобовую не просто можно, даже нужно. У ребят это получалось против ВВшников. Может получиться и здесь. Обе команды разбиваются двойками. Как мне кажется, двойки именно сдержатся чуть кучнее. Во второй паре лобовых не было. Здесь Джимми атакуют в лоб и возможно было попадание, я не заметил. Но уже Джимми атакуют сверху. Бой кипит со всех сторон. Очень близко разошлись. Маклура преследует противника. Ах, какая ошибка! На вируже гоняясь каждый за своим противником. Траектории пересеклись и Маклур столкнулся с Джимми. Фатальная ошибка это может стать. Тем временем Маккоффи находится. Явно пробит самолет. Теряет высоту. Плотная шесть. Сбит. Остается Курт против четырех противников. Он где-то... А нет, не потерялся. Он... Виражится. Как говорили в Иле. Выделывает кренделя с самолетом противника. Находится постоянно под атакой. Явно позиционно он проигрывает. Шесть. Атака. Видимо повреждений нет. Но уже на выручку пришли товарищи. И Курт подбит. Последний самолет, выступающий за команду Раф. Получает критические повреждения. В глубоком пике. Пытается выйти. Но видно нет рулей высоты. Задняя стабилизация. И это победа МНС. На волне Куража МНС сбивают уже друг друга. Но... Такое ребячество им сейчас позволено. Они победители. Они заслуженно победили в этом раунде. Собственно говоря, пожалуй, вот и все. Команда МНС выходит в полуфинал турнира Гладиаторы 2014. Команда Раф, к сожалению, выбывает. Но не стоит забывать, что команда Раф вышла из группы с первого места группы. Что с одной стороны это было приятно. С другой стороны она сразу же попадала на фаворитов турнира. И в случае победы над фаворитами, на вторую фаворитную команду. Которая все-таки сделала... Оправдала, так сказать, ожидания, которые возлагались на ее счет. Но я считаю, что выход даже дойти до 1-4 финала такого турнира с такими сильными соперниками. Со всеми теми трениями, которые были. Сложностями, трудностями, которые были в начале. Это очень достойный результат. Я думаю, можно поздравить как Раф, так и МНС. Пожелать МНС занять первое место, победить в этом турнире. Чтобы потом можно было с гордостью сказать, что команда Раф проиграла будущим чемпионом. На этом все. Всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok